Можем начинать. Всем привет! Меня зовут Владислав Мчурис. Я Android-витро-разработчик компании Effective. Мой проект это Яндекс.Музыка. Я вот став разработчик, через эффект работаю. Вот уже почти как три года я занимаюсь разработкой Яндекс.Музыки. А сегодня я решил вам рассказать, как же адаптировать приложение мобильное, Android-приложение от RTL-интерфейса. Ну что, начнем. Сначала еще расскажу план нашего сегодняшнего доклада. Это мы познакомимся еще раз. Что такое RTL, да, для тех, кто не знает. Поймем, как настраивать проект, как настраивать телефон, как подготовить нашу верстку под RTL, как картинки, веб-вью и вообще какие у нас трудности могут быть, когда мы будем это все поддерживать. Перед тем, как начнем, хотелось бы узнать, у кого сейчас на работе то приложение, которое они разрабатывают, поддерживает RTL. Вот можете поднять руки. Отлично, это 4 человека, да. Это супер, на самом деле, я думал, будет немножко меньше, да. Скорее всего, никто, но я видел, что там ребята просто из Яндекса, я знаю, что у них кто с RTL настраивается, вот, и из других компаний. Поэтому, я думаю, доклад будет актуален. При этом многие думают, что подержать RTL, там, Start, End, да, и погнали. Поменяли. Ссылэк, вот так, еще раз. Для тех, кто не знает, для тех, кто знает, повторю. У нас есть интерфейс слева направо, справа налево. Это, собственно, языки. Наш с вами русский язык и все европейские, да, языки, они пишутся слева направо. Но есть у нас языки, которые пишутся справа налево. Это арабские языки, иврит, да, то есть, если по локации, то можно сказать, там, Дубай, Израиль. И вот, собственно, у них верстка идет справа налево, собственно, потому что язык так пишется. При этом есть такая уникальная особенность для этих языков, что они еще и биндирекшнл, языки. Что это значит? Что они используют арабские цифры. Цифры, я имею в виду 0,1, да, то есть вот эти цифры арабские сверху используют, и они пишутся слева направо. И, собственно, из-за вот этих всяких моментов возникают трудности, то, что у нас вроде как RTL, но в каких-то местах и нет. При этом, когда я говорю арабские цифры, я подорезумеваю европейский вариант этих цифр. Но на слайде вы видите ниже, что есть настоящие арабские цифры, которые пишут совершенно иначе, которые, скорее всего, из вас там многие не видели. И когда мы говорим все-таки арабские цифры, мы говорим это неправильно. И многие еще, знаете, говорят нормальные арабские цифры, а есть настоящие арабские цифры. Про них мы еще немножко поговорим, а сейчас дальше. Вообще, хотелось бы отметить, что сейчас у вас нет на проекте поддержки RTL, но это, я думаю, сейчас. Через два-три года, скорее всего, она у вас появится, если вы будете продолжать разрабатывать мобильные приложения в России. В России сейчас рынок немножко такой скованный, у нас там есть условно недружественные страны, а есть дружественные. И, собственно, RTL и регионы, они все дружественные. И если у вас какой-то стартап или, может быть, большой продукт в рамках России, да, вы захотите, ну, не вы, а ваш продукт-менеджмент, да, захотят расширяться. И когда они, например, такие цифры, поймут, что арабский там рынок достаточно большой и на самом деле он платежеспособен, то вам непосредственно, вам придет задача поддержать RTL. И вот когда она вам придет, вам нужно будет ее оценить. И вот сегодня, собственно, я вам расскажу, как поддержать RTL, что это на самом деле не так сложно, но и не так просто, как многие могут подумать. И вы сможете дать правильную оценку, оценить все и поддержать все классно. И сможете использовать презентацию, просто как такие шаги, как справочник, чтобы не забыть все поддержать. При этом RTL-интерфейс, про который я вам начал рассказывать, он выглядит вот так. Это пример Google Lens приложения. И уже на скриншоте видно, что у нас верстка не прямо-то зеркальная. То есть по RTL мы подразумеваем, что у нас просто условно зеркало поставили и все, и поехали. Но нет, здесь мы видим, первое это иконка навигации, она у нас стала зеркальная, а иконка поиска, например, не меняется. То есть у нас уже возникают вот эти моменты или, которые нужно обрабатывать. И вот второе еще про цифры. Вот здесь вы можете видеть, что он год написан нормально арабскими цифрами. Хотя у них есть свои арабские цифры. И по идее нужно использовать их, но даже, видите, Google их не использует, потому что арабам привычнее не свои настоящие цифры использовать, а вот европейский вариант. И из-за этого возникают трудности. То есть цифры мы пишем слева направо, текст справа налево. Поэтому давайте перейдем дальше. Что же нам нужно, чтобы поддержать вот этот рейд? Ну, первое, самое простое, нам нужно, чтобы наше приложение поддерживало минимально API 17+. Я думаю, у всех минимум 21-ое. Возможно, у вас там много легоси, проект там 19-ая, а в большинстве случаев, скорее всего, у вас 23-24. То есть этот пункт у всех явно наполняется. И второе, вам нужно в манифесте написать саппорт RTL True. И здесь, как мне кажется, те люди, которые не подняли руку, у них в манифесте написано True. Возможно, оно написано ими, то есть в вашем именно манифесте. А возможно, вы какую-то библиотеку там подключаете, может быть, Facebook, либо еще какую-то стороннюю библиотеку, которая внутри в манифесте уже пропишет RTL True, и у вас пример же будет True. И в большинстве, мне кажется, проектов так и есть. И мы особо не задумываемся, как разработчики над RTL. Мы понимаем, что это такое, но не до конца. Дальше. Есть второй способ, как можно включить RTL. Помимо вот этого флажка, способ в рантайме работает. Он может быть где-то более надежен, что мы не полагаемся на манифест, на межманефест. Мы вложим в application, в attach, в place, в контекст, явно указать этот флажок. Ну, понятно, плюсы, да, что можно рантаймировать, можно это отключать там на риту. Проверять этот способ, как по мне, более лучше. Я его рекомендую использовать. И на проекте, где я работал, мы используем вот этот способ. На проектах, где у нас нет RTL, мы используем как раз support RTL True, просто потому что там Google подсвечивает, в Android вы видите, что нужно использовать. Дальше. Как же нам непосредственно отключить RTL на своем телефоне? Делается это просто. Нам нужно выбрать, собственно, язык, который поддерживает RTL. Вот это способ обычного пользователя, у него будет стоять язык, например, как у меня на слайде, еврей, это может быть арабский язык. То есть языков, на самом деле, еще и много. Когда мы нажимаем, собственно, новый язык, у нас интерфейс на телефоне меняется, и это не сильно удобно. Наверное, неудобно из-за того, что мы не знаем просто арабский язык и не знаем перевода, если вы это окно там закроете, и потом вам будет достаточно трудно найти в своем телефоне, как обратный язык сменить. Но в целом можно запомнить путь и поменять. Поэтому есть второй вариант для разработчиков. Второй вариант заключается в том, чтобы использовать девелоперские настройки. Это будет на следующем слайде. Да, вот у нас есть developer options. И мы можем, явно сказать, force RTL. И это настройка все-таки девелоперская. То есть даже если у вас отключен RTL, то вы зафорсить его сможете. Это удобно, пока вы разрабатываете проект, чтобы вы язык не меняете, вам нужно просто убедиться, что ваша верстка хорошо зеркалится. И тогда у нас верстка RTL, язык, в моем случае, английский, и можно спокойно пользоваться телефоном. Из минусов еще, когда вы язык RTL выбираете, у вас еще клавиатура будет тоже арабская. Это неудобно. Ну что, давайте перейдем к поддержке RTL-френдли и начнем с вьюг. Этот слайд, который мы все с вами уже научились делать, что на дороге студия нам подсвечивает, давайте ЛФ не будем использовать, будем использовать старт. И мы все с вами это делаем, наверное, уже года 3-4, 5. При этом это не значит, что у нас приложение поддержит RTL, это значит, что мы немножко все провестили жизнь в будущем. С этим у нас все понятно. Меняем ЛФ на старт. И в целом 95% в случаях, это действительно нужно будет так делать. То есть когда вам придет дизайн, фигма какая-то, и вы будете поддерживать RTL, то вероятнее всего вы правильно все расставили, и вам не нужно где-то форсить там LEFT маржин условно. И второй есть еще момент, который в раме текста, который вы могли бы уже использовать, но скорее всего не используете. Я по-своему просто так говорю, что есть такой параметр view start. Этот параметр означает, что у нас текст будет начинаться оттуда, откуда он привязан, то есть где у нас start в юшке привязан. То есть вот дальше у меня пример есть. Да, это снова этот же слайд с Google Lens. Здесь видите, название Google Lens, оно написано на английском. И по идее от названия должна зависеть, откуда мы пишем слева направо или справа на него. Здесь у нас контейнер, скорее всего, match parent, либо там 0GP, если констрейн, да, лайнер используется. И в этом случае, если бы мы view start не указали, у нас бы название в RTL варианте в Google Lens было бы прибито слева, потому что текст у нас сам непосредственно европейский, да, и он не должен отражаться. А вот в view start мы говорим явно, что текст должен начинаться с правой. Вот, и Google это здесь используется, и вы все это можете использовать. При этом, если вы пойдете сейчас везде проставить view start, обычно ваша верстка не поменяется, ни RTL варианта, он будет работать так же. Просто потом у вас не сломается другая верстка. Вот. Что же с композом? С композом все немного еще проще. Это я пока базовый сюда проговариваю. В композ считается RTL friendly, то есть нам не нужно писать что-то, чтобы была эта поддержка, но при этом у нас есть возможность задавать все-таки ОСПП без этой поддержки. Да, у нас явно должна быть такая возможность. И вот есть абсолюты. Да, если вы абсолюты указываете, то уже не будет за вас адаптаться. Вот. Перейдем к кастомным компонентам, собственно, там, где у нас какие-то начинаются небольшие расхождения. Я здесь взял за пример одно музыкальное приложение и показал его интерфейс. И видно, что оно вообще не зеркальное. Интерфейс не сильно зеркальный. Мы видим, что нижние контролы у нас поменяют свое местоположение. Это шаринг, открыть очередь, управление с девайса. Оно отобрызгалось. Но вот сам прогресс, например, он остался прежним. Даже можете зайти в материал дизайнер, посмотрите, как вайны. Они пишут, что вот этот блок не должен меняться. Да, если у вас, по-моему, просто знакомый арабок, то вот материал уже сделали за вас и сказали, что это не должно меняться. И, собственно, так как прогресс бар, вот этот прогресс трека прослушанного у нас не меняется, значит, контролы под ним логичным тоже было не менять. По крайней мере, next и предыдущий контрол. При этом контролы, которые рядом указаны, shuffle и repeat, здесь, наверное, вот пожелание. То есть здесь нет каких-то четких ограничений, они могли бы меняться местами. Да, но контролы направления, они зависят, собственно, от прогресса. И при этом так делают не только. То музыкальное приложение есть другое, Young Music приложение. И оно использует те же подходы. Верстка выглядит так же, нижний контрол отображается, контролы переключения нет. И вот здесь, например, на скринчоте в целом я допускаю, что вот кнопка лайка, дизлайка могла отразиться. То есть момента нет четких ограничений, это уже больше продуктовый такой запрос, как сделать лучше. Собственно, как же нам такую верстку добиться? То, что у нас получается, что-то RT, что-то не RT, при этом композ сразу нам сделает в RT вариант. То есть у нас в целом верстка сломается, он отобразит прогресс-бар. По-другому контролу он нам всех перевернет. Ну и XML на вариант тоже, потому что мы там старт-энда использовали. И в целом это правильно, что мы так делали. Поэтому у нас есть механизм, как нам принудительно проставить RT или отключить его. И, собственно, мы это можем сделать несколькими способами. Первый способ, который вы видите через Layout Direction, явно указать RT вариант. То есть я направлю. Это у нас, собственно, скорее всего, кастомная вьюшка будет, вот этого прогресс-бара. И мы в ней просто вымите и укажем, что эта вьюшка не должна быть в RT. Второе. Мы можем написать extension, который проверяет конкретную вьюм. Это все XML вариант, да? Вью ртельный или нет. Собственно, вот этот наш прогресс-бар, он будет всегда возвращать RT в холдс, да? А все остальные сущности будут возвращать у нас true. И есть глобальная настройка нашу конфигурацию проверить без привязки к вьюшкам. И последний вот пункт – это профокусы. Да? То есть нужно понимать, что у нас же еще есть там Android TV, да и в целом у нас есть и Recycler View в пейджер. И они уже просто подерживаются с коробки, да? РТ-ринный вариант. Но если вы пишете свои кастом-магьюшки, то вам придется это самим обрабатывать. И где у вас раньше был там фокус, когда вы на путь нажимаете направо, теперь возможность нужно обработать налево. То есть у вас был просто список, который скролился, и он теперь меняется. Так как список стал зеркальным, и вероятно, некоторые действия должны быть тоже зеркальными, про это тоже помним. При этом может быть у вас где-то accessibility сломается, когда пользователь фокусируется на элементы, ему читается, что это за элементы. Поэтому это такой вариант, который нужно помнить, его тяжело, наверное, отсматривать, если речь про accessibility идет. Если это TV-приложение, то у вас все сломается достаточно быстро, и вы поймете, как поправить. В Compose все делается немножко иначе, но теми же механизмами. Мы можем в Composition Layout Provider передать явно, что у нас верстка слева направо, и все, наш контент ниже будет слева направо. То есть как раз, если бы это было верстка у нас на Compose, мы бы обернули наши контролы, при этом, почему все контролы, то есть лайк и дизлайк, были тоже в варианте не RTL-ном, просто потому что считается, что, наверное, это один блок какой-то пользовательский, скорее всего, это ваш какой-то один компонент, внутри которого содержат контролы. И вот весь этот компонент сказали, что он теперь в варианте обычном, не RTL-ном. И можно, собственно, проверить, Layout Direction вызвать, Current, и он вернет, какая сейчас у вас направленность. При этом он вернет внутри того композ-функции, в которой вы находитесь. То есть если там переопределенный параметр, он вернет переопределенный параметр. Если нет, то то, что у вас сейчас установлено на системе. Следующий момент. Там, где у нас не будет поддержки RTL-ном из коробки, это всякие градиенты, IP для рисования, возможно, у вас какая-то кнопка градиентная, либо еще что-то используется. Эти все вещи, они не поддерживают RTL-ный вариант. Так как у нас, вы знаете, что здесь координат 0-0, да, с левым верхним углом, и, собственно, позиция 0-0, она никак не меняется на экране. То есть она не знает, что про RTL, и было бы немного странно ее этим нагружать, и поэтому, когда вы будете поддерживать RTL-ный вариант, нужно будет посмотреть, что градиенты. Градиенты, скорее всего, скажут, давайте так, то есть их зеркалить, может быть, вам не придется, это будет выглядеть так хорошо, но при этом, если у вас какое-то есть IP, может быть, более тяжелое для рисования, более визуально понятно, то здесь вам придется это ручками поправить. Дальше картинки. Что же делать с картинками? Это, собственно, вот наш вариант со стрелочкой. Стрелочка меняется, так как это считается элемент навигации, он показывает направление, куда мы там перейдем на следующий экран, как будет открываться экран, и поэтому стрелочка меняется. Таких иконок в целом немного, это, наверное, единственная такая самая распространенная, а другой, в частном случае. Поэтому, как вы это делаете? Может быть, кто-то знает, какой-то нет, есть в андроиде ресурсы с квалификатором EditDRT, то есть Layout Direction Right to Learn. И мы можем положить вот второй ресурс, этой иконки стрелочки для варианта RTL. Этот вариант очень хорош, когда у нас есть дизайнеры, у нас есть фигма, в этой фигме дизайнеры сами определяют, какая иконка должна быть RTL, а какая нет. То есть они с нас, с разработчиков, снимают ответственность думать, а как же верстка должна выглядеть. Поэтому, если у вас какой-то скрипт, там может написано автоматически уже от картинки, то этот идеальный вариант должен выглядеть так. второй есть момент, когда у вас условно есть какой-то автоматический выгруз картинок, но RTL иконки дизайнеры еще не нарисовали. Вот есть у нас на дроиде автомир положок, ключ, он сделает это за нас. Как это выглядит, у нас у вектора мы можем указать собственно автомир true. здесь есть небольшое ограничение, нужно 19 API и в векторе вообще андроиспыля пишет, что нужно 24 API. 24 API возможно есть не у всех, да, первый вариант с ресурсами был самый правильный, этот вариант второй, который тоже можно использовать, при этом можно обойти это ограничение на 24 API, можно любые картинки, да, не только векторные делать через автомир мы можем обернуть это битмап, да, то есть как решение поставить автомир true или уже здесь ресурс прокинуть любой и это будет работать уже с 19 API, здесь все хорошо. И есть еще такой вариант, это если композ у нас, вообще это были ресурсы и в композе был раньше баг, что автомир не работал, но его починили из композа 1.2 альфа 6, это кажется уже 2 года после этого релиза прошло и скорее всего все обновились но если кто-то начинал делать поддержку RTL он сначала мог увидеть что на композе это не работает и на композе есть вот такой еще вариант вы можете написать modifier и mirror и RTL здесь scale поменять и вот этот вариант сейчас наверное выглядит как бы много костыльным но это если мы говорим про картинки если мы говорим с вами что у нас есть видеоанимация у меня лично как бы пример на иконовые видеоанимации мы ресурс положили в проект и эта анимация она должна RTL и два файла с анимацией классика не очень потому что анимация может быть там полу мегабайта два файла зачем это надо можно сделать scale и это будет выглядеть хорошо поэтому этот вариант желательно использовать не для картинок при этом если у вас одна иконка используется навигация вы тоже можете в принципе написать и в RTL но лучше оптимировать проставить более дикте вариант что же делать у нас с WebView ситуация достаточно интересная что мы на нее особо влиять не можем и мы должны полагаться на наших веб-разработчиков но при этом ситуация могла быть разной я с ними не сталкивался но сталкивались другие люди и единственное что вот здесь вы можете сделать если у вас RTL не сработает по какой-то причине вы можете явно поставить в ваш email и на этом в целом все дальше от вас ничего не зависит нужно идти кбр и смотреть какие у них проблемы но при этом если у вас сначала не завелось вы можете все-таки посмотреть и RTL указать явно и возможно вам это поможет какие у нас могут быть проблемы проблем на самом деле может быть много основная проблема это сочетание текста в разных локалях в одном блоке то есть как я рассказывал здесь by direction наш текст который собственно и справа на лево и вроде слева направо все в одном и здесь возникают основные проблемы это я взял пример шут угол документации взять но это та проблема которая у меня на проекте возникала и скорее всего у вас возникнет то есть у нас есть некоторая строка и у нас мы строк ожидаем в RTL варианте это будет выглядеть вот так то есть так же мы ждем строк все хорошо только знак вопроса мне поехал сейчас дальше расскажу про это и у нас приходит например адрес адрес приходит у нас может быть с локальной базы может быть с бэкэнда пришел но в целом мы не управляем и адрес не локализуется и адрес приходит на английском и мы должны этот адрес указать так как он есть на английском языке и по молчанию он будет выглядеть неправильно он будет у нас сбит то есть кстати я так понимаю презентаж выгрузили может быть с гугла и тут немножко поехало тут интересный момент что даже в презентации когда ты пытаешься ставить строчки эти знак вопроса вот видите поехал то есть даже если вы в переводчик зайдете там бьете кидьюмин там вот эту улицу и вы просите его перевести даже он напишет неправильный вариант то есть цифра 15 съедет вот то есть здесь по идее прямо при экспортированной презентации все обратно откатилось где знак вопроса там будет 15 то есть у нас адрес он будет в варианте RTL то есть цифра уйдет после CAA будет указана то есть это будет выглядеть как индекс будет выглядеть как индекс и это будет неправильно потому что это все-таки улица и это нужно исправлять таких вариантов так вот вот кстати есть вариант как это может быть выглядеть неправильно забавно что слайд поменялись местами потому что я их правил есть специальные символы про которые я расскажу дальше как это можно все дела править вот это неправильный вариант вот такой у вас будет в знак вопроса тоже у вас может каотично где-то ставиться как это исправлять собственно еще один пример покажу да вот эти варианты с текстами у вас явно будут этот вариант тоже может быть возрастной рейтинг 18 плюс правильный вариант ниже у вас 18 плюс должен указываться 18 плюс справа при этом по умолчанию плюс переведет налево у вас вот здесь интересно вот здесь будет плюс здесь сначала у нас здесь еще у нас цифры стали теперь арабскими этот вариант тоже не используется хотя кажется что мы 18 перевели на реально арабские цифры и все должно быть классно но я так посмотрел все пишут именно 18 числом 18 плюс вот правильный вариант вот этот у меня оказалось два слайда справедливых потому что выгрузилось немножко неправильно но собственно у вас будет не такой вариант плюс будет стоять перед 18 сначала и вам нужно это фиксить вам нужно явно научиться говорить что у нас текст который внутри артельного текста это текст слева направо и цифры тоже пишут слева направо и собственно как это делать делается это через бидеформатер бидеформатера мы можем вот здесь уникод в раб сделать что он делает он добавляет специальные синглы то есть про те которые мы добавляем собственно презентацию когда я делал я делал гуглых слайдов у меня не получалось сделать наглядный пример потому что гугл так же переводил он сказал плюс неправильное место и собственно я тоже брал специальные символы направлял строку и тогда он увидел все классно вероятно оно немножко могло поехать при экспортировании презентации это нормальная история как я говорю в гугл переводчики зайдете он тоже будет вам там неправильное управление показывает но наше приложение мы как мобильные разработчики должны сделать правильно неправильный вариант у нас будет он есть нам нужно я могу добавить специальные символы и тогда наши строчки будут выглядеть правильно тогда уже система поймет что на самом деле это не все в варианте RTL а LTR и с 18 плюс та же самая история так как это цифра так как это плюс мы должны указывать это все-таки слева направо и какие вот есть проблемы с рендерингом в компози еще в компози есть такая вот вещь это приложение опять то же самое музыкальное у нас здесь вы видите знак вопроса у нас указан неправильно там вот do you want to listen to написано и знак вопроса в начале стоит если у вас будет точка она тоже будет стоять в начале но точку скорее всего вы не используете в проекте так как это признак некоторой грубости у вас знак вопроса у вас поедут в компози при этом если мы поменяем язык да то будет выглядеть правильно то есть вот этот вариант который сейчас на слайде он правильный корректен то есть вопрос в арабском языке или евриту я уже не помню какой именно язык но это разные языки то есть они по-разному знак вопроса стоит в начале и проблема именно композная что даже в этом же приложении в этом же музыкальном приложении прийти на экран раньше будет тот же самый текст вот и он то и здесь уже знак вопроса правильно то есть здесь мы можем сказать что написано на xml а там написано на компози такая особенность композа почему так происходит потому что композ RTL friendly и он всегда пытается все подкрутить решить что нужен RTL а там где на самом деле он не нужен как это можно исправить исправить можно через текст стайл при этом вот этот вариант исправления он немножко не очевиден если так его пойти смотреть гуглить и пытаться понять как же нам это пофиксить потому что я видел разные варианты то есть я видел там в других командах словно писали своего верту directional text там проверяли первый символ текст понимали что если он английский то есть слева направо то давай мы не будем этот RTL применять но есть второй вариант у самого композа можно написать текст directional контент то есть это будет зависеть от контента если язык английский это язык еврей какой-нибудь RTL вариант по умолчанию я так понимаю это не работает из-за того чтобы не тратить время некоторых перформанс потому что в этом варианте нам нужно проверить первый символ мы явно должны посмотреть первый символ какого алтолита у нас и тогда определить по умолчанию мы бы могли сразу дорисовать чуть быстрее не знаю наверное тут композ должны что-то придумать потому что вот этот вариант с текст directional контентом должен выглядеть как-то не идеально возможно он должен себя на уровне внутри где-то проверять но сейчас нам приходится везде в проекте вы проставляете вот эти контенты и причем если у нас строчка может быть без вопроса мы контент можем не указывать потому что и так все будет правильно но при этом у нас могут быть строчки с бэкэнда и получается что мы немножко по перфомансу чуть-чуть просветаем за то что мы решили поддержать RTL при этом если у нас был бы проблем там все работало но тут стоит отметить что в xml этот текст который используется они немножко более наверное умные там уже это все угрожит а в композе еще ребят только докручивают то есть сначала у них был словом автомир они его починили достаточно оперативно теперь есть вот этот небольшой такой момент который выглядит как костыль но не такой ужасный который я думаю тоже они починят при этом как я говорю RTL регион они сильнее развиваются аудитория там колоссальная большая и это тот рынок куда все будут стремиться и уходить даже если сейчас взять приложение которое у вас установлено поменять язык на RTL посмотреть что у вас есть большинство приложений имеют эту поддержку но это приложение которое все-таки глобальное какие-то крупные игроки которые мы пользуемся на этом у меня все можно задавать вопросы спасибо за доклад у меня есть вопрос во-первых как вы тестируете RTL приложение это первый вопрос давай сначала сливу ну под тестирование если ты имеешь ввиду какие-то UI-тесты либо вручные вручные тесты как человек заходит меняет RTL и проверяет при этом у нас процесс настроен так что у нас проходит дизайн-ревью то есть те экраны которые мы делаем RTL осматривают сами дизайнеры и говорят где что поехало почему так происходит потому что до конца бывает непонятно как должна выглядеть верстка то есть есть вот эти спорные моменты должны ли тут иконки меняться местами как я там говорю где например лайк-дизлайк должны или нет первоначально пока осматриваются дизайнерами какие-то тесты на верстку пока еще не пишутся потому что все немножко так меняется то есть у нас может быть не тот продукт который уже вышел на какой-то большой арабский мир то есть тот продукт если Young Music уже в Израиле запущен при этом израильтяне это те люди которым слева направо верстка привычны и то есть для них это нормально вы видите например текст справа налево какие-то вещи слева направо это не как нам пользоваться артерийным интерфейсом поэтому здесь у нас тестирование проходит я бы сказал что первое тестировщики дизайнеры смотрят сами вживую и есть некоторые пулы людей носителей которые тоже просматривают приложение и говорят что нужно поправить а что нет каких-то пока автоматических систем да сконшел тестирование еще чтобы это людей со знанием арабского илеврита ну и паршнерсот тесты вот самсотесты вроде здесь хорошо они хорошо проверяют и каждую светлую тему и это и литвр да это все проверяют но мне кажется просто у нас еще по стадиям когда мы еще на людях проверяем пока нет смысла автоматизировать то где не проверено на объект то есть как я говорил из-за того что это бидирекшнел все может поменяться реальный пользователь может посмотреть что ему неудобно здесь нужно еще некоторый экспириенс получить нужно выпустить то есть Yunga Music выпустилась не так давно она есть в Израиле и это не та аудитория которая ртель ртеля тут можно выходить на другие рынки и смотреть и второй вопрос использовали или планируете ли использовать арабские цифры вместо настоящие арабские цифры вместо тех что на выучить да кстати я этот момент упустил до 2 дня хотел рассказать про что мы делаем с арабскими цифрами действительно есть настоящие арабские цифры есть наши арабские цифры мы все зависит наверное от нескольких цифр используется если 18 плюс пишется то мы используем настоящие ну не настоящие а нормальные арабские наши цифры с вами а второй вариант например может быть какой-то счетчик какой-то лайков треков да счетчик вот он может переводиться при этом здесь есть момент ну давайте я пролистал я уже не умею читать вот я пролистал сейчас показал где вот 18 было то есть здесь есть такой момент как вообще этим управлять да который я наверное допустил вот здесь мы ставим с это значит строка придет вот когда мы пишем про цифру мы ставим д да то есть это будет дитс и по молчанию цифра будет переводиться то есть наша система ее будет переводить и вот нужно вам поройти по проекту и посмотреть где нам все-таки вот это дэп поменять на строку потому что если в варианте 18 плюс вот здесь у вас там будет строка он не такой популярный как я понял у местного населения но опять же это надо смотреть от регионов как решить именно ваши команды именно ваши продуктовые вещи но какие-то счетчики мы переводим те же лайки и количество дарек спасибо на все спасибо за доклад зацепило эти технические интересные штуки что цифры то арабские то европейские или что платьбэк например не мир а вот на йосе например такой же как на андроиде или есть какие-то особенности на йосе такой же то есть по идее решение должно быть одинаково то есть если мы берем какую-то продуктовую команду дизайнеров то есть дизайнеры они делают разные верстки они делают одну общую и мы стремимся использовать одну верстку и в йосе будет все так же то есть стрелочка также будет в другом направлении контролы также будут использовать то есть это считается плохой практикой когда у нас на андроиде и на йосе например какие-то жесты отличаются и цифры собственно так же продуктово все договариваются я бы вообще отметил что RTL это больше про договориться продуктово сначала и очень много договориться и скорее всего разработчику придется договариваться потому что он пойдет посмотреть какие-то места где у него цифры как цифры где цифры как строки где какая-то либо все дело парсит где иконки и так далее а технически не было такого что допустим нарисовали вы говорите все ок а йосе говорят ой косты не буду сделать или что такое что по йосе говорили нет был такой может быть вариант но я абстрактно скажу без привязки к всяким идеям что условно дизайнеры нарисовали верстку вот так на вертельном варианте например дизайнер одной команды пришли дизайнеры другой команды сказали вы нарисовали неправильно должно быть иначе условно некоторые контролы должны не отображаться они говорят отображаться и вот здесь нет как я говорил правильного варианта то есть если прогресс бар там материал заходишь это как стандарт а как разместить контрол это вы решаете и здесь как мне кажется самый правильный вариант это у тебя должен был пул тестировщиков которые носить или они просто сами тыкают и говорят как им удобно то есть это будет в любом случае поддержать рт технически у вас скорее всего быстрая история если вы собрали все требования требования вы можете собирать один-два месяца может быть еще месяц когда будете раскатывать и тестировать это себя спасибо ну про анимацию я говорил что то что альбит для рисования и анимацию туда же относится вам нужно будет самим поправить то есть если ваши какие-то кастомные точки рисуете график то вы сами то есть переопределяете при этом если вы используете анимацию как цельный файл может там это лоти анимации либо еще какая-то то здесь все проще и вот здесь скейл минус один то есть можно приписать этот скейл и у вас все заработает то есть у вас видюшка будет зеркальная и в целом в большинстве случаев вам это подойдет если это не так то можно прийти к дизайнерам попросить их новую анимацию нарисовать если вы анимацию сами рисуете по точкам то просто от зеркальной точки я не думаю что это тема это тема большая отдельного проекта как там договориться но по трудозатратам скейл минус один либо точки просто переопределили и все окей, понятно у меня вопрос как и пуши и виджеты ну виджеты на экране и пуши система умеет или скажем так да, на самом деле система уже все умеет и очень много и даже когда вы там громкость переключаете на телефоне видно, что эти ползунки они все отображаются иначе и собственно система все классно умеет сама поддерживать если вы виджет пишите там какая-то ваша верстка то скорее всего там старт-энд указали и в большинстве случаев это все сработает если нет где-то явно указали артерию вот проблем на уровне системы нет здесь я думаю ее нет просто потому что рынок артерия уже давно да и это мы с вами может быть как в России да для нас это немного в новинку но там ребята уже все почти починили мне кажется все даже починили я не сталкиваюсь если про цифры говорить уже приходят цифры ассистент умеет вот эти фишки смотри что значит фишки да то есть цифры решают продукт как вы должны отображать то есть ты уже сам решаешь как собственно цифры из строка если говорить про какие-то контролы которые она рисует или как-то пуш который будет там тайтл сабтайтл просто приходит она все это умеет делать то есть проблем не будет идти куда-то там как-то хакать систему точно не придется то есть тот IP который вам предоставляется только с ним нужно будет взаимодействовать при этом что музыка видеоконтент прослушивание музыки фоне всякие нотификашки по музыке может загрузка там все это будет работать корректно и когда последний вопрос вопрос типичным разработчикам возникала ли проблема на каких-нибудь ретни и еще интересно тем более проблема я бы сказал что она может возникать и она возникала и эта проблема больше к композе относится но она не RTL бывает просто в композе что-то там поменяли и здесь у вас будет проблема и в RTL и в обычном варианте такой чтобы чистый RTL вот была последняя когда глобально это автомирует ее пофиксили все остальное вы делаете своими руками где надо переопределяете где не надо не переопределяете специфичных вещей нет и нет и не будет их уже если не сломают то спасибо за доклад хотелось немного раскрыть больше тему скриншот поиски кажется была проблема что они писали скриншот тесты на iOS и там в приложении все выглядит нормально все ткейсы с текстами с титрами обработаны но скриншот выходил все равно кривой и естественно сранился нормальный тест тест фейлса были какие-то у вас проблемы при написании таких тестов или вы не включали проектов ну да я говорю что мы пока эти тесты не писали при этом отдельной командой не хотел пример их говорить то есть я хотел сделать доклад не привязанным к Яндексе и так далее поэтому здесь ответ что мы не писали если будем писать то все решаем я так понимаю ты сам писал ртный вариант поднимал руку ты делаешь на iOS не знаю если хочешь можно сказать может быть к чему-то ведешь может какие-то у вас были проблемы мне просто было интересно были ли у вас какие-то интересные кейсы с такими тестами на вас не писали то у вас снимается да такие тесты мы не писали возможно это можно будет в отдельном докладе рассказать как ртн работает с текстовыми полями когда пользователю приходит вводить текст то есть там же нужно отражать текстовое поле и как в таком случае текстовое поле влияет влияет ли введенный текст условно если я его на английском на арабском на иврите введу то есть то есть вот эти текстовые поля должны адаптироваться от конкретного языка они не должны смотреть в целом на конфигурацию потому что клавиатуру можешь менять если у тебя английский то текст должен идти слева направо максомолит это за вас поддержана в композе тоже но в композе не настолько это все идеально я вот показывал там пример что знак вопроса не туда ставится при этом и курсор должен у вас в миниарции вытачивать примерно так же решается как с вот этой процентом в данном случае вам не нужно будет ничего решать здесь за вас уже просто вьюшки поддерживают эти варианты если вы будете кастом вьюшку писать то да возможно вам нужно будет где-то проверить первый символ понять какой он и от него отталкиваться по введенному символу вы можете определять направление я думаю мы закончили давайте попробуем аплодисменты